Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк, и я с удовольствием продолжаю свой рассказ о великих чемпионах мира прошлого. Шестая серия, и в этом видео мы поговорим о шестом чемпионе мира по шахматам, которым стал Михаил Моисеевич Ботвинник, одержав победу в матч-турнире 1948 года. К сожалению, шахматный мир не увидел матча на первенце мира между Александром Алехиным и Михаилом Ботвинником, согласие о котором шахматисты достигли еще в 1939 году, и Ботвинник заручился поддержкой советских властей, но Вторая мировая война спутала карты не только шахматистов. И после Второй мировой войны Александр Алехин ушел из жизни, все еще нося звание чемпионское, поэтому Международная шахматная федерация приняла решение провести подобный матч-турнир 1948 года, а затем она утвердила систему розыгрыша, потому что, как вы помните, до этого никакой системы не было. Желающие сыграть матч с чемпионом вызывали чемпиона и сами договаривались о призовом фонде, о каких-то деталях спортивных этого матча. Но вот после 1948 года была утверждена система розыгрыша. Чемпиону мира необходимо было раз в три года отстаивать свое звание в матче с претендентом, который за эти три года отбирался к этому матчу. В случае ничьей чемпионское звание оставалось у чемпиона мира, в случае поражения чемпиону предоставлялось право на матч-реванш. Достаточно много, много было привилегий у чемпиона, но не о том. Речь, кроме фундаментальных шахматных успехов, недаром Ботвинника называют патриархом советской шахматной школы, и, как отмечал Тигран Вартанович Петросян на закрытии своего матча с Ботвинником 1963 года, мы все в какой-то мере себя считаем учениками Ботвинника. Ботвинник был также доктором технических наук и стоял во главе шахматного программирования. Он говорил, что для решения неточных задач, которыми считал шахматы, очень важно ограничить масштабы проблемы, чтобы в ней не увязнуть, и только тогда появляется шанс, чтобы ее решить. Такой научный подход помогал Ботвиннику. Он разработал систему подготовки, включающую, безусловно, работу над всеми стадиями шахматной партии, в том числе дебютом, а также скурпулезный анализ как своих партий, так и партий своих соперников. Всего за свою карьеру Ботвинник сыграл в семи матчах на Перенса Мира. В 1951 году с Бронштейном. Трижды он играл со Смысловым в 54-м, 57-м и 58-м годах. Дважды с Талем в 60-м и в 61-м. И один раз с Петросяном в 63-м году. После матча в 1963 году Международная шахматная федерация отменила право чемпиона на матч-реванш, и поэтому Ботвинник больше в матчах на Перенса Мира не играл и не отбирался к ним. Визитная карточка чемпиона, скорее всего, вам известна. Позиция из партии Ботвинник-Капабланка. Авротурнир 1938 год. Ход белых. Эту партию можно найти во всех учебниках. Прекрасный пример на отвлечение, а также на важность и силу проходной пешки и на то, как плохое положение фигур соперника может привести к печальным последствиям. Ферзь не лучший блокер. Мы это хорошо знаем. И Ботвинник подчеркивает это ходом Слона А3. Жертва. Не принимать жертву не так хорошо. Приведет примерно к тем же последствиям, что и принятие ее. После ферзь Е8, например, белые врываются на седьмую горизонталь. Если черные пытаются скрыться, выбивают коня. Ну и все может закончиться быстрым матом. На конь Ж8, например, последует ферзь Ф4. И вот такой вот симпатичный мат на доске. Если конь уйдет на Х5, то тоже это вряд ли поможет черным. После конь бьет Х5 мы вновь сможем увидеть какую-то матовую конструкцию. Очень уж сильна пешка на Е6. Так, так, так и так, например. Ну, понятно, что жертву надо принимать. Хотя бы материал будет лишний. И к тому же ферзь готов прыгнуть на первую горизонталь и начать шаховать белого короля. Но шах это не мат. Шахи тут белых не пугают. Они смело продолжают свою идею. А именно ходит конь Х5. Жертвуют вторую фигуру. Король Х6 не помогает черным. Потому что после кони Ф6, ферзь С1, белый король уходит от шахов. Здесь на ферзь бьет Д4. Очень важно следует перекрытие. Не просто перекрытие короля, но и одновременно атака на черного короля. Конь Ж4 почти мат. Черным приходится отдавать своего ферзя. Поэтому в партии Хосе Рауль Капабланко, третий чемпион мира по шахматам, побил коня ЖАЖ. Ферзь Ж5 шах. Король Ф8. Ферзь Ф6. Король Ж8. И здесь Ботвинник сыграл Е7. Ферзь Ф7 шах тоже было возможно. Тоже вело к победе. Но после этого важно было белым сделать ход Ж3. Открыв дорогу королю на Х3. Е7, например, приводило уже только к ничьей. Потому что здесь после ферзь С1, король Ф2, ферзь Д2, король Ж3, ферзь Ж5. Важный шах. И на король Ф3 следует конь Бю Д4 шах. СД, ферзь Ж4. И черные все-таки найдут вечный шах и сделают ничью. Поэтому избранная Ботвинником Е7 при ферзе на Ф6 тоже выигрывает. Ферзь С1, король Ф2, ферзь С2, король Ж3. И убегает. Убегает белый король. Ферзь на Ф6 защищает некоторые поля вокруг короля. Ферзь Д3, король Х4. Ферзь Е4, король Х5. Ферзь Е2 была сыграна в партии. К сожалению, для черных не помогает размен ферзей, потому что король как раз вовремя прибегает, чтобы отрезать короля черных от проходной. И вновь посмотрите, какое неудачное положение занимает отрезанный от игры стриноженный конь на Б3. Нельзя предотвратить превращение в ферзя. Черные проигрывают. Ферзь Е2, еще несколько шахов дал Капабланко, но здесь после короля Х4, ферзь Е4, Ж4, ферзь Е1, король Х5. Король скрылся от шахов, а угроза ферзьев 8 настолько сильна, что черным не остается ничего иного. Как прекратить сопротивление? Вот такая яркая победа Михаила Ботвинника над Хосе Раулем Капабланко, которая была удостойна призом за красоту и названа современниками чуть ли не неувидаемой партии. Замечательный пример. Надеюсь, вам он доставил удовольствие. Жду ваших комментариев по поводу вашей любимой партии шестого чемпиона мира по шахматам. Ну и желаю всем не болеть, играть в шахматы. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok